Одним из предметов обсуждения на этот раз стало водоснабжение поселка Ахштырь. Претензии жителей и возможные пути устранения сложившейся ситуации от ответственных организаций выслушал первый заместитель главы города Виктор Филонов. Решение проблемы по водоснабжению – возведение локального водозабора. На его строительство требуется порядка 20 миллионов рублей. Вопрос о выделении таких средств будет рассмотрен на ближайшем заседании депутатов городского собрания Сочи. А пока необходимо производить постоянную доставку питьевой воды жителям поселка. Подвоз осуществляется, но количество воды ограничено. Сейчас с руководством водоканала обсуждается вопрос по необходимости приобретения дополнительных автоцистерн. Воду сделать – это 21 миллион, и будет решаться в течение этого года. А людям сегодня надо пить воду. Поэтому говорим, вместо этого пока людей обеспечиваем подвозом воды, так, подвозом на машинах, автоцистернах подвоз воды. Следующей темой обсуждения стала работа очистных сооружений. В городе сейчас завершаются пусконаладочные работы сразу на трех объектах, предназначенных для очистки сточных вод. Уже ведутся подключения канализационных линий к Краснополянским и Адлерским очистным сооружениям. Бзугинские уже сейчас выполняют функцию старых новогинских, и там ведется второй этап строительства. Новогинские очистные сооружения, мы понимаем, в каком режиме они работали, какое качество их очистки было. То есть сейчас бзугинские очистные сооружения, так же, как и адлерские, и они соответствуют. Туда уже несколько раз выезжали и смотрели, представители, какое качество выходит вода с этих очистных сооружений после очистки. Тем не менее, проблемы в некоторых районах еще есть. Так до сих пор не удалось канализовать пятые очистные сооружения в совхозе «Россия» на улице Таврическая. Этот объект пока находится в процессе передачи от Олимпстроя в собственность муниципалитета.